22.07.2024 год. Вы с Олегом Соскиным. Ну что, сообщил нам Шмигаль и Минфин, что они вели тяжелые и сложные переговоры с кредиторами, причем кредиторам сказали, чтобы они не расповсюджула никакой информации, и якобы достигли они соглашения о реструктуризации путем выпуска новых облигаций. И там такое, что-то накрутили, накрутили, ничего не поймешь. Речь и так вот умеют запутать, да, народ, ну народ, правда, сам дает, чтобы их путали. Верховный Совет разрешил Кабмину решать вопросы по внешнему долгу. Слышите, так набрали долгов, а теперь Кабмин будет решать. Нет, ну это, конечно, просто кукрыниксы. То есть надо было, речь шла о 20 миллиардов долларах, и надо было выплачивать по ним обслуживание. Это частные инвесторы на вот эти валютные облигации. Ну и сказали, что перенесли там аж на 29-е или какой-то еще года, там расписали, сколько процентов годовых и так далее, и так далее. Но это просто, чтобы народ запутать. То есть давайте так, объективно говорить. Объективно сегодня государственный совокупный долг Украины, правительство его не давало еще на конец июня, уже июль 2024 года. На конец июня не давали, но можно его оценить, что он где-то в долларах на сегодняшний день составляет порядка 153-154 миллиарда долларов. Естественно, он уже минимум как сравнялся с ВВП Украиной. Вот если брать по году ВВП, но можно его, конечно, манипулировать, если его пристыковывать к так называемому ППС. Паритет покупательной способности, это специально, чтобы дуракам лапшу на уши навешать. А вот если брать по головому ВВП в долларовом исчислении, то я думаю, что уже совокупный госдолг, внутренний, внешний и гарантированный, превысил ВВП. Естественно, вопрос о том, на каким процентах он обслуживается, потому что он очень структурно разный. Есть внешний долг тоже разным странам, совершенно разнообразный, есть государством, есть по евробондам, прежние бонды, нынешние бонды, реструктурированные бонды. Есть гарантированный долг, это когда государство подвязалось под какие-то гарантии Укрзалезницы или Автодора или еще кого-то, что оно будет выплачивать, если те не могут выплачивать, тоже там, но там побольше процента, конечно. Ну и есть так называемый внутренний долг по выпуску внутренних облигаций, так называемые облигации внутреннего государственного займа. Вот они обычно очень сложные, они бывают и валютные, и в долларах, и в евро, и под гривневые, они под высокие проценты, и там, конечно, тоже очень серьезные манипуляции. Но для людей надо понимать, что долг растет, что нынешняя власть Зеленский, Шмигаль и все прочие слуги народа осуществляют, по сути, увеличение долга – это ограбление населения страны. Население молчит, поэтому оно население. Если бы это был социум активный, то он, конечно, требовал бы отчета о таких огромных заимствованиях. Для этого, конечно, надо иметь своих разумных народных депутатов, а не обезьян всяких, которые вообще ничего не понимают. И народные депутаты, они же для того и народные, что должны защищать народ от ограбления, потому что каждое увеличение долга ведет к тому, что надо выплачивать все большие суммы и выплачивать на них все большие проценты. Конечно, надо категорически запретить было дефицит госбюджета, но он растет, и они сейчас приняли новую величину еще госбюджета и будут увеличивать сейчас налоги, чтобы люди уже вообще захлебнулись в этой бандитской ренте. Это, конечно, чистое ограбление населения. Естественно, долг и проценты, и девальвация гривны ведут к росту потребительной инфляции и производственной инфляции, оптовой инфляции. Поэтому, конечно, цены будут еще больше расти, а реальный курс гривни падать. Естественно, выплаты людям боевые, которые на фронте находятся, или стали инвалидами, или те, которые похоронные получают. Естественно, в долларах это будет все значительно, что меньше в СКВ, в свободно конвертируемой валюте. То есть, мы должны пока говорить о полной некомпетентности, неумении, незнании функционирования реальной экономикой и монетарной политикой. Правительство не имеет реальной экономической политики Шмигаля, а монетарная политика Нацбанка совершенно является вредной для украинского населения, поскольку идет девальвация национальной валюты. То есть, по сути, нынешнее руководство Нацбанка вместе с Пышным ведет Украину по пути той же Турции, где идет колоссальная девальвация лиры, но там хоть они с другого уровня начинали. Но они тоже быстро догоняют Украину, там уже фактически доллар превысил 34, 1 доллар 34 лиры. Представляете, они уже скоро будут, уже так как в Украине где-то сегодня уже в 41, 1 гривня больше за доллар, а у них уже 33-34. То есть, где-то так, при такой политике Эрдоган быстро Зеленского догонит в монетарных показателях. Еще веселее идут дела в Аргентине, там, где Милей пришел к власти, там девальвация этого, кажется, аргентинского искуда, если не ошибаюсь, там вообще зашкаливает инфляция, девальвация, но вроде он немножко попытался остановить девальвацию путем уменьшения дефицита бюджета, государственного бюджета. Но как у него там выходит, видно, выходит хорошо, но входит плохо, продолжается у него это все. Работа с МВФ это очень всегда тяжелая работа, поскольку МВФ требует, у него главное на первой линии требование это фискальное, это ограничение расходов любой ценой. И отпустить цены на все, что только можно, чтобы они носили полностью рыночный характер. А предпринимательство уменьшить, закрутить гайки, увеличить налоги и для населения увеличить налоги и поднять все цены на электричество, на газ, на общественный транспорт, на воду, на все, что только можно, чтобы типа включить стихийное действие закона стоимости, невзирая на уровень производительности труда и уровень в целом развития производительных сил в данном государстве. Естественно, для Украины это все приводит к летальным, по сути, последствиям. Вот такой бы я сделал вам маленький экономический анализ, прогноз, сценарий. То есть, что-то они подписали, отодвинули, это знаете, как получили кислородную подушку, отодвинули выплаты, их еще больше ужесточили, сказали, что мы сэкономили. Так я помню, Наталка и резко тоже рассказывала, но там более понятно было. А тут настолько все запутали, что вообще ничего не понятно. Но смотреть надо по тому, какой стал государственный долг. Я полагаю, что он увеличился в результате этой реструктуризации. Это означает одно, что Шмигаль свои проблемы решил до 29-го года. Представляете, что будет? Шмигаль знает, что к 29-му году его, ни этого министра, как там финансов, ни их уже вообще не будет. Сейчас 24-й год. Разве можно спрогнозировать, что будет через полгода? Осенью нет. Поэтому они, конечно, получили еще кислорода немного и смогут дальше, так сказать, увеличивать долги. Ну а украинский народ получил что? Получил еще больше увеличения госдолга. Вот я думаю, все равно им придется сейчас данные по госдолгу публиковать. Увидим, какой госдолг и сколько в среднем надо будет выплатить по 24-му году на его обслуживание разных процентов. Хотя многие из этих процентов заморожены, но их все равно придется выплачивать. Поэтому, а выплачивать кто их будет? Граждане Украины будут выплачивать, которые останутся в Украине. С чем мы их и поздравляем. Вызралием Соскиным. До новых встреч.